Улица Мамина Сибиряка, при Кусаках Вассерштрасса. Демаркационная линия между французами на этой стороне и русскими на той. Первый пароль для перехода с одной стороны на другую предложил Наполеон. Александр, Россия, Величие. Второй пароль, предложенный Александром, был Наполеон, Франция, Отвага. Отменивались и более внушительными комплиментами. Так, Александр получил орден почетного легиона, а Наполеона удостоили высшей награды России, ордена Андрея Первозванного. Только что за ничью с Наполеоном в битве при Пресише и Лау Андрея Первозванного получил российский главнокомандующий Бениксен. А теперь, по сути, национальным героем России объявили заклятого врага, ставшего заклятым другом. Наполеон, кроме царя, наградил орденом почетного легиона еще четырех русских, но не предложенного ему Бениксена, намекая на участие того в заговоре против Павла Первого. Наполеон позднее в мемуарах. Было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца. Александр намек понял, но блестящий лицемер, он, жертвуя самолюбием, продолжает играть роль очарованного гением. Настоящее примирение между ними невозможно, но оба императора делают вид, что верят в прочность своего союза. Улица Гагарина, 6. Сейчас здесь лучший хозяйственный магазин города Советска, а в 1807 году дом занимал император Всероссийский Александр. Фасад сильно перестроен, но двор еще хранит пледы былого. Почти каждый день после официальных встреч, парадов и трапез сюда в гости к Александру, часов в 10-11 вечера, приходит Наполеон пешком, один без свита и охраны. Два императора пьют чай, засиживаясь до глубокой ночи. Это беседы с глазу на глаз, ведь российский император говорит по-французски лучше, чем император французский. У Наполеона несносный корсиканский выговор. Содержание этих бесед в истории именуют тильзитскими тайнами. Одно ясно, в 1807 году в этом доме поделили Европу. Россия признает завоевание Наполеона, а его самого императором и присоединяется к континентальной блокаде Англии. Франция предоставляет России свободу действий в отношении Швеции. Это означает, можно завоевывать Финляндию. Отодвинуть границу от Санкт-Петербурга мечтали давно. А Швеция самый традиционный соперник на севере. Воюем с ней со времен Александра Невского. После тильзита только шведы не поддерживают блокаду Англии. Король Густав возвращает Александру звезду Андрея Первозванного. Он не желает носить такой же орден, как у Бонапарта. Через сто лет после Полтавы последняя русско-шведская война. Наполеон Александру Тильзити. Швеция, ваш враг уже в силу географического положения. Пользуясь случаем, Александр объявляет о присоединении к России в Финляндии, восточной и южной частей Шведского королевства. Армия легко переходит границу, неприятель отступает почти без боев. Там впереди это остров Суоменлинна, по-шведски Свеоборг. Самую крупную крепость шведского королевства русские берут уговорами. С комендантом крепости решили так. Если к определенной дате не приходит на помощь шведский флот, то крепость сдается. Флот на подмогу не пришел. Крепость сдалась. С гарнизона взяли честное слово, что они больше не будут участвовать в боевых действиях. И с тем распустили по домам. Блицкрига не вышла. Местные жители уходят в партизаны. На Аланских островах целое восстание. Война растянулась на год с лишним. Самый известный эпизод войны, это, конечно, марш-бросок русских войск по льду Ботнического залива и их вторжение уже собственно в Швецию. Хотя были опасения, что лед не выдержит. Но Багратион говорит прибывшему из Петербурга военному министру Аракчееву, коли будет приказ, пойдем. Приказ был дан. Генерал Кульнев доходит до Гриссельгама, Барклай-де-Толли до Умео. Завидев русских в ста верстах от Стокгольма, шведы просят перемирия. По договору Швеция лишается одной трети своей территории. Россия получает Финляндию вечное владение. В Петербурге сперва роптали, мол, в угоду корсиканцу ополчились на слабого соседа и близкого родственника. Александр и король Густав были женаты на родных сестрах. Но победа заглушает укоры. В бочке телезитского дегтя ложка финского меда. Король свояк не изложен, император всероссийский теперь еще и великий князь финляндский. Городок Порво. Но русские используют не финские, а шведские названия, которые таким образом достаются от одной метрополии другой метрополии. И в Российской империи Хельсинки называют Гельсингфорсом, а, например, Порво – Борго. Здесь Александр I открывает будущее 108 лет российской истории Финляндии. В этой церкви представители всех сословий собираются на заседание финского сейма. Впервые в истории империи в ее состав входит колония, в политическом отношении явно более продвинутая, чем сама Россия. Речь Александра перед капутатами переводит генерал-губернатор Спрингфорта. Я обещал вам сохранить вашу конституцию, ваши основные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет вам мое обещание. Финляндия получает даже больше прав, чем она имела, входя в состав Швеции. Это скорее не права, а привилегии. Великое княжество финляндское освобождено от центральных налогов. Финляндия не поставляет рекрутов в русскую армию. Не служить и не платить станет финским правилом в империи. У алтаря памятник великому князю финляндскому Александру, государю-благодетелю. Англичане главные торговые партнеры России. И после присоединения Александра к наполеоновской блокаде Англии, курс рубля упал на 50%. Ропщит униженная поражениями армия, высшее дворянство возмущено союзом с корсиканским выскочкой. Александру даже намекают на возможность повторения участи отца. Но царь держит удар, ему нужно выиграть время. Через год после Тильзита Наполеон предлагает новую личную встречу. Александр соглашается. Петербург в ужасе. Недавно Наполеон приглашал на встречу испанских бурбонов и попросту захватил королевскую семью в заложники. Заставил отречься от престола, а испанскую корону отдал своему брату. Вдовствующая императрица Мария Федоровна считает, что ее сына тоже заманивают в западню. Мария Федоровна Александру. Вы потеряете вашу империю. Остановитесь, еще есть время. Александр не преклонен, он едет. Местом встречи ему предложена точка, равноудаленная от Парижа и Петербурга. Ясно, что это будет территория, оккупированная Францией. Но формально предложения вполне корректные. И через захваченные Наполеоном немецкие государства Александр направляется в Эрфурд, столицу Тюриндии. Большой зал Эрфурдского дворца в честь встречи Наполеона и Александра теперь называют императорским. Продолжение следует...